привет всем привет первым присоединившимся видеть тех кто ура отлично итак дорогие друзья привет всем от лица национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050 ватт я елена пантелеева очень рада приветствовать вас в нашем прямом эфире сегодня 135 лет назад один велосипедист придумал велосипед автомобиль заядлый велосипедист придумал автомобиль автомобиль карл бэнтс очень любил кататься на велосипеде но видимо не хватало комфорта и скорости поэтому он именно в этот день зарегистрировал патент на автомобиль в то время автомобиль достигал скорости 16 километров в час и многие смеялись над карлом бэнтсом и даже не предполагали что автомобиль скором времени станет не просто неотъемлемой частью нашей жизни он станет арт-объектом он станет источником вдохновения и средством передвижения и роскоши и продолжением нашей индивидуальности я хочу сказать что вот этот повод 135 лет рождения автомобиля это повод познакомить вас с нашей замечательной командой то есть фактически мы продолжаем это делать вы уже видели наших метров и максим учащина дизайн директора и шеф дизайнера алексея шершакова а сегодня мы хотим показать вам наше молодое поколение познакомить с нашей dream team дизайн dream team 2050 lab и я сегодня поговорю в таком динамичном режиме в легком формате с тремя нашими участниками с нашими героями и первого кого я приглашаю в наш эфир дизайнер человек у которого есть уже профессиональная репутация а вот и костя костя привет я между прочим не рассказывала тебе вот сейчас расскажу в прямом эфире как только пошла рекламная кампания о том что ты будешь принимать участие в этом эфире стали приходить сообщения и там какие-то твои бывшие видимо однокурсники одноклассники стали писать о круто костя он еще в студенческие годы делал такие крутые там скетчи такие замечательные идеи предлагал так что здорово что его можно будет увидеть сегодня и узнать как ты поживаешь друзья привет рад что вы меня смотрите отлично спасибо тебе что ты принял это приглашение мы тебя оторвали от работы ну буквально минут на 15 легкой беседы о тебе и автомобилях и наверное так об автомобилях сквозь призму твоей деятельности а твоя деятельность началась довольно интенсивно в десятые годы когда ты активно принимал участие в разнообразных конкурсах и международных и отечественных и занимал там призовые места и первые и вторые и был лауреатом и это какие-то очень престижные конкурсы например стиле итальяна джованни или интерьер мотивс были отечественные конкурсы заваритинские проекты где кстати говоря в членом жюри был наш шеф дизайнер расскажи пожалуйста о том почему так важно и важно ли начинающему молодому да не обязательно молодому дизайнеру принимать участие в подобного рода инициативах почему не нужно бояться подавать свои идеи на конкурсы ну вообще конкурсы очень важны особенно когда ты начинающий дизайнер учишься это отличная практика во-первых заявить о себе во-вторых потренироваться именно с коллегами по цеху и помериться так скажем силами и попробовать выйти на какой-то уровень попробовать дотянуться до определенного уровня то есть это всегда мотивирует к росту и все те конкурсы конечно которые ты перечислила где-то я был просто попал в финал где-то там было третье место но ты скромничаешь тут везде написано в твоем CV первое место да где было первое место но я хочу сказать к тому что это даже не важно не то чтобы я за то что главное участие а не победы нет здесь и победа и участие важно но когда ты проходишь первое когда ты занимаешь первое место или третье место это всегда возможность и потенциальному работодателю еще как бы сказать о себе рассказать и тебя могут пригласить на стажировку либо предложить работу кроме того опыта который ты получаешь но если даже ты не занимаешь какое-то место а работа допустим была не замечена ты всегда можешь ее положить в портфолио и это тоже очень важно это правда то есть не нужно бояться неудач конечно же ты можешь выиграть можешь проиграть но портфолио для дизайна это очень важно я это особенно поняла когда попросила каждого из сегодняшних героев показать мне их CV их какого-то портфолио и когда ты видишь то что было сделано дух захватывает вы такие талантливые это очень круто вот кстати про твои таланты я сейчас всем покажу вот это это то к чему ты имел непосредственное отношение ты был дизайнером X-Ray Cross мне кажется что именно в этот период в том числе именно в этот период можно сказать что отечественный автопром начал возрождаться уверенно в том числе и благодаря твоему участию твоим идеям было бы чудесно если бы ты рассказал об этом автомобиле о том что ты вложил в его облик как ты работал над этим объектом что у тебя получилось что легло в основу какая идея и какие твои мысли старания про команду с которой ты работал может быть расскажешь ну да дизайн вообще не делается одним человеком это всегда командная работа и в том числе и в том числе у нас есть главный дизайнер который все это ведет и который направляет всех остальных дизайнеров задает стиль вот и в этом автомобиле который ты показала здесь я работал над передней частью то есть от того дизайна который в итоге дошел до серии там осталась передняя часть и то что ну как бы весь посыл который был в в дизайне X-Ray Cross и вот что касаемо передней части это спортивность это такая сила это внедорожность естественно и это вот такой некий некое развитие X-А после Vesta и и обычного X-Ray то есть это такой некий шаг как бы следующий этап развития X-Face потому что ну как ну наверное все я думаю что наши зрители знают что лада сейчас на данный момент это вот то что мы видим на дорогах это имеют X стиль как на так и на на морде а вы называете это мордой? я называю это мордой да а вот то что сзади вы как называете не постесняюсь спросить то что прости если впереди это морда то сзади тогда что? это задняя часть сзади хорошо как скажешь прямой эфир не будем не будем не будем ну вдруг ты поделишься какими-то профессиональными терминами секретными которые мы не знаем или какими-то знаешь дизайнерскими жарганизмами вот приличного толка которые можно будет взять на вооружение в своей речи тоже есть ну да 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 слушай ну тебе довелось работать со Стивом Матином который насколько я знаю сейчас покинул проект покинул автоваз по-моему он остался советником но вот непосредственно шеф-дизайнером уже не является мне довелось однажды с ним встречаться когда он приходил читать лекции в Сколково в проекте Дни промдизайна который я там делала он мне показался очень дружелюбным довольно эмпатичным человеком и очень артистичным при этом но мое знакомство было коротким а ты непосредственно был с ним в контакте вот насколько он интересен как руководитель как именно мега мозг который принимает финальное решение наверняка вы спорили с ним об своих идеях всякое бывало да ну ты правильно говоришь да то что он такой был как мега мозг и все все шло через Стива и весь этот стиль который икс икс-образный это вот детище Стива конечно же и на самом деле работать с ним было интересно он действительно очень отзывчивый он очень опытный человек ну профессионал как дизайнер и я ему сильно благодарен вообще за опыт который удалось перенять что можно сказать про Стиву еще но вообще ну как бы он быстро принимает решения например принимал вообще не всегда быстро он принимает решения на самом деле он всегда до последнего как бы вот все время правил дизайн до последнего вот ему что-то не нравилось он такой перфекционист перфекционист ну понятно а ты разве не перфекционист? это вообще этим мне кажется страдают все дизайнеры вот я в этом убедилась когда увидела ваши партфолио они прям идеально они очень красивые все так сверстанно выровнено шрифт подобран фотография видно вы тоже выбирали ну то есть и это с одной стороны это хорошо наверное перфекционистам в дизайне быть сложно потому что ты никак не можешь остановиться в том чтобы совершенствовать свою идею или я не права? да нет предела совершенству ты все время все время хочешь что-то исправить улучшить ну вообще процесс дизайна это такой процесс эволюции наверное ты вот через какое-то время смотришь на то что ты сделал ты хочешь это исправить каждый раз ты думаешь а вот сейчас вот я бы по-другому все сделал сейчас вот уже уже хочется но ну нет уже все выпустили но иногда дедлайны поджимают да? дедлайны да как ты правильно несколько раз сказал дизайн это процесс и было бы чудесно если бы ты рассказал что тебе интереснее всего и больше всего нравится вот в этом процессе что ты больше всего любишь делать какой из мини задач в рамках достижения окончательной тебе интереснее всего вообще весь процесс интересен просто есть определенные моменты которые вот прям ну супер которые очень мне нравятся это вот когда что касаемо допустим работы на ладе это когда ты работаешь вместе с командой с макетчиками над макетом один к одному когда вот стоит этот вот макет но это вот пластилиновая машина ну такой специальный пластилин он твердый при комнатной температуре но вот пластичный если вы там разогреться там около там 50-60 градусов и вот когда эта вот скульптура стоит и макетчики под моим руководством под руководством там и стива тоже правит что-то мы с ними советуемся обсуждаем там клеим ленты и вот весь вот этот процесс для меня это было прямо вообще кайфом и я не знаю как это работает но после этого я чувствовал что опыт он как то то есть я прям когда я садился рисовать уже после макета я чувствовал что я лучше начинаю рисовать я лучше начинаю чувствовать форму и профессионально как профессионал растешь и мне нравится энергия взаимодействия с процессом то есть финальная часть когда ты видишь уже готовый объект который уже стоит и ты видишь да когда ты видишь готовый объект уже то что ты рисовал потом то что построил моделлер и когда видишь насколько это работает в жизни все что ты придумал или не работает допустим то что над чем нужно еще работать в макете у меня тоже немного зависает интернет вот и это кайфово круто да кость почему ты решил быть дизайнером это самая любимая часть работы у меня да я поняла почему ты решил быть дизайнером и именно автомобильным дизайнером все таки автомобиль это твоя основная я так понимаю твой основной профиль что в этом в автомобиле да это основной профиль да но отчасти это получилось случайно как отчасти я это отчасти получилось случайно но я решил однажды воплотить свою детскую мечту когда ну все мальчики хотят любят рисовать машинки играться в машинки и я подумал почему бы и нет тем более это автомобиль это такой объект комплексный и там все и пром и моды и архитектура и это вообще такой самый сложный объект дизайна промышленного дизайна один из сложных объектов и поэтому я решил стать автомобильным дизайнером как хорошо что ты решил стать автомобильным дизайнером потому что мы получили такого прекрасного профессионала как ты во-первых спасибо что ты с нами в команде 2050 лап во-вторых спасибо тебе что принял участие в эфире на этом я с тобой прощаюсь в эфире потому что хочу пригласить уже другого гостя который кстати недалеко от тебя находится а напоследок покажу твой мебиус шикарный совершенно я когда на него смотрю меня дух захватывает это какая-то настолько футуристично красивая история сразу видно какой ты талантливый так так кости спасибо большое а сейчас продолжаю собственно тему и отечественного автопрома и тему автомобилей хочу пригласить в наш эфир следующего гостя а точнее гостью мебель нашу гостью гульнас ганеддинова и гульнас сейчас у нас появится в эфире а вот гульнас привет еще раз Гульнас, спасибо тебе большое, что ты к нам присоединилась. Гульнас является дизайнером отделочных материалов. И на самом деле, благодаря таким людям, таким профессионалам, как Гульнас, интерьер салонов автомобилей, руль, материалы, кресла, обивка приобретают какой-то облик. И вот, собственно, об этом мы в ближайшее время и поговорим. И, кстати говоря, Гульнас тоже принимала участие в создании линейки автомобилей «Лада». Вот у меня тут, между прочим, подготовлен твой мудборд. Вот так выглядит мудборд дизайнера Гульнас Гайнидиновой. Гульнас, расскажи, пожалуйста. А, кстати, я хотела заметить, что у Гульнас самое красивое рабочее место, потому что вокруг Гульнас лежат всё время какие-то тряпочки, ну, для меня, например, это тряпочки, какие-то вырезки, и всё это такое разноцветное, это хочется пощупать, потрогать и спросить, Гульнас, а что ты с этим делаешь? И как ты вообще работаешь с этим для того, чтобы интерьер автомобилей были симпатичными, эргономичными и яркими, наверное? Говори. Работаю. Ну, работаю. Работаешь симпатично. Скажи, пожалуйста, вот существуют ли какие-то тенденции или правила выбора цветов и подбора цветов для автомобилей, седанов, джипов, для того транспорта, которым управляют люди для себя, не городского, не пассажирского, а вот личного транспорта. То есть уже то, что люди переделали, имеешь в виду? Нет, ну вот ты когда разрабатываешь цвет сидений для какого-либо седана. Да, конечно, конечно. Отличаются седаны, спорт, они все отличаются, потому что, ну, спорт, он сразу уже более такой спортивный, яркий такой, с элементами, с такой графикой, а если это уже седан, он уже сразу такой более премиальный, что-то такое сдержанное, такое дорогое, и уже, если это еще и премиальный бренд, то уже натуральные материалы, и как бы сразу чувствуешь, куда ты сел. Мне кажется, это очень важно чувствовать, куда ты сел, это правда. Да, моя правда, это вообще очень важно, вот эти эмоции, которые ты получаешь и видишь, то, что, на мой взгляд, что вообще, когда ты видишь какой-либо продукт, ты сначала видишь цвет его материала, и как бы получается, что это первое, что ты оцениваешь, а уже дальше потом идет форма и так далее, и так далее. Понятно. Ну, вот ты, например, принимала участие в разработке концепт-кара Lada Vision 4х4, то есть внедорожника. Вот какой был принцип твоей работы, на что ты ориентировалась, как ты подбирала ткани, цвета? Как строилась твоя работа? То, что, когда я начала работать как раз над этим проектом, это, во-первых, такая, ну, большая командная работа. Я уже видела облик автомобиля будущего, и я уже понимала, что это должно быть что-то такое брутальное, что-то такое, ну, какой-то такой некий внедорожник, и в то же время он должен, ну, привлекать внимание. И от этих факторов как раз-таки я отталкивалась, при том, что мы еще живем в России, а еще и автомобиль тоже для России, то есть надо учитывать тот этот фактор, что все-таки мы же и вдохновляться тоже матушкой России. Какие цвета у нас ассоциируются с матушкой России? Ну, у нас же такая богатая природа. Да. Да, и... Ну, все эти горы, все это то, что если так посмотреть, то, ну, есть от чего вдохновляться, на самом деле. Хорошо. А вот у меня есть ощущение, что когда мы говорим, например, о пассажирском транспорте, то там вот для сидений в электричках или в поездах недальнего следования выбираются какие-то очень яркие цвета. Вот на одной из будущих моделей я видела ярко-желтый цвет, например. Вот как это объяснить? К тому же, наверное, он не очень практичный. Или я ошибаюсь? Или материалы нынче делают такие, что, в общем, независимо от того, белый он или черный, не будет заметно никакой грязи? Ну, учитывая то, что технологии тоже не ставят на месте, как материалы, и сейчас уже много всяких грязи, водоотталкивающих пропиток, и учитывая то, что, опять же, мы живем в России, и у нас получается почти 9 месяцев, особенно в Москве, мы не видим солнца, то почему бы не сделать желтым? И как бы, почему у нас и так, ну, все серое, почему хотя бы людям, которые ездят в общественном транспорте, ну, должно быть весело, пока ты едешь на работу, как ты жизнью согласна. Ну, такое жизнерадостное, что-то такое светлое, ну, а не такое, что, опять же, ух. Вот, судя по тому, что ты говоришь, мне кажется, дизайнеры думают о людях, прежде всего, о их комфорте и настроении, и если это было не очевидно, то, что дизайн влияет на настроение, вот мы сейчас понимаем, что это так, что именно так оно и есть. Ты знаешь, у нас тут недавно с нашим замечательным бухгалтером Еленой Моисеенко, главным бухгалтером Еленой Моисеенко, завязался разговор, пока мы шли вместе на парковку, и мы, не сговариваясь, начали ругать кожаные сидения в автомобилях, и решили, что, ну, даже при финансовой возможности, никогда не променяем тканевые сидения на кожаные, потому что кожа – это жарко, и в результате почему-то получается непрактично, хотя издалека выглядит дико шикарно. Вот, что ты думаешь по поводу вот этих материалов? Наверняка там тоже есть свои тенденции, вот кожа против ткани, ткань против кожи, ты за что? Ну, да, многие люди, кстати, соглашаются с этим, как раз таки, что ткань – это намного удобнее, что ты вроде как и не потеешь, и не мерзнешь. Ну, все-таки, если так посмотреть, то кожа все-таки более практичный вариант, и если вот посмотреть на ткань, ну, все-таки все равно, несмотря на то, что технологии идут, и вот эти все грязи, водоаталкивающие пропитки, и, ну, ткань все равно, рано или поздно там оставятся вот эти разводы, все-таки немного все-таки подцветает, и опять же, у всех есть, ну, у многих есть домашние животные, и шерсть не так просто убрать ткани, нежели чем из кожи, вот. Все очень хорошо впитывается, но опять же, есть еще такой момент, человек, ну, кожа – это сразу говорит, что это премиальный статус, и человек, который покупает, получается, премиальный автомобиль, у него получается есть деньги, и при том, что когда у тебя есть возможность, получается, покупать, купить либо натуральный материал, либо искусственный, ну, у людей, когда есть такой выбор, купить сумку из натуральной кожи, либо купить сумку из ненатуральной, у кого есть деньги, он покупает сумку из натуральной кожи. Абсолютно точно. Но она долговечна, потому что как-то... Традиция, что это как бы... Ну, так заложено, что всегда в племянных есть натуральные материалы. Вот, между прочим, тут в дело вступил наш дизайн-директор Максим Чащин. И он пишет нам, что ткань – это лакш, настоящий велюр, например. И для кабрио только кожа проверена за нусси. Ты что можешь сказать по этому поводу? Прав, не прав наш дизайн-директор? Ну, конечно. Согласна. Полностью согласна. На самом деле это подтверждает, что мы как раз-таки хорошая команда, потому что мы согласны друг с другом. И в этом наша, наверное, сила. Бульна, спасибо тебе большое. В финале я бы хотела задать тебе тот же самый вопрос, то, что и Костя. А скажи, пожалуйста, ты почему решила быть дизайнером и именно профиль твой автомобиля? Ну, транспорт. Транспорт. Ну, хорошая вопрос. Это случайно получилось. Так. Но получилось, и получилась любовь сразу. Вот та самая с первого взгляда. Именно. Она бывает очень крепкой. Гульнас, спасибо тебе еще раз. Мы поговорили с Гульнас про любовь. Собственно, именно этого я и ожидала. Спасибо. Все, я с тобой прощаюсь. И приглашаю в наш эфир, нашего финального гостя, Никиту Павлова, которого мы, можно сказать, оставили на десерт. Никита, присоединяйся, пожалуйста. Пока ты присоединяешься, я хочу напомнить, что у нас есть наше дизайн-исследование, о котором я вспоминаю в каждом нашем эфире. И это дизайн-исследование вы можете скачать на нашем сайте. Так вот, согласно этому дизайн-исследованию, сегмент транспорта является самым доходным на мировом рынке промдизайна. Индекс его привлекательности составляет 4,1, а среднегодовой темп роста равен почти 4%. Так что мы разговариваем сейчас про крайне популярное и перспективное направление в области промышленного дизайна. А вот и Никита. Всем привет. Никита, привет. Спасибо тебе, что ты к нам присоединился. Очень рада тебя видеть. Кто не знает, Никита учился не только в Строгановке, но в престижных европейских вузах. И будет чудесно, Никита, если мы с тобой наш разговор начнём как раз-таки с образования, основы основ, потому что получается, что тебе есть чем сравнивать. И я буду рада, если ты расскажешь о плюсах и минусах зарубежного образования и сравнишь с отечественным. Может быть, там, в Париже или в Милане больше ориентированность на практику. А может быть, там плюс в том, что ты ближе к ведущим дизайн-студиям. Но при этом, наверное, хочется всё-таки сделать что-то и на родине, и быстрее, набравшись опыта, вернуться и поднимать отечественную промышленность. Короче, слово тебе. Давай вернёмся в 17-й год, наверное, да, 17-й, 18-й год, когда ты учился где? В Страт School of Design в Париже. Да. Вот, я поступил в 17-м году и заканчивал уже, можно сказать, в 20-м, в конце 19-го самым. Ну, касательно образования, оно, конечно, очень сильно отличается, как основной подход, так и в целом вообще какие-то отношения между преподавателями, дизайнерами, которые приходят, и студентами. Наверное, прежде всего хочется отметить, что это очень такое большое внимание уделяется самому концепту, самой идее. А во Франции, где я учился непосредственно, большое внимание уделяется самой истории даже. То есть для них вообще первоочередное видеть не то, что в итоге получится, а им важно услышать историю про тот объект, который ты делаешь. И этим, наверное, это самое большое отличие, потому что у нас такая система немножечко в этом смысле устаревшая. Мы все делаем упор на технику, на реализуемость, на какие-то такие технические уже вещи, которые, безусловно, важны, но они абсолютно бесполезны, когда ты не знаешь того самого дизайн-мышления, как говорится. Вот дизайн-мышления этому как раз у нас не учат. И там этому делается самый большой такой акцент на этом. Наверное, это такое коренное отличие. Круто. Наверное, я предположу еще, вот эти вот международные школы, они еще хороши тем, что ты варишься вот в этом международном контексте, общаешься с людьми разных национальностей, разного опыта. И это тоже такой культурный, дизайнерский, там, я не знаю, эмоциональный слой, который подпитывает тебя и дает возможность получить многое, в том числе, энергии от общения с разными ребятами. Правильно я понимаю? Не предполагаю, была интересная какая-то жизнь. Ну, в целом, да. То есть, конечно же, это интернациональная программа, поэтому много ребят из разных стран. И это всегда круто, это очень сильно расширяет твой кругозор. Да. То есть, ты потом возвращаешься, ты смотришь вообще, наверное, по-другому. Поездив, посмотрев, пообщавшись с разными людьми, ты начинаешь понимать, что у всех какие-то разные привычки. И то, что тебе казалось там незыблемым, вовсе не так, может быть, по-другому, да. Люди там живут на другом полушарии, и для них, у них там какие-то другие условия, поэтому для них какие-то ценности чуть-чуть другие. И ты понимаешь, что это не они неправы, а они там живут, у них какой-то свой мир и так далее. И это, конечно, тоже влияет на творчество. Хотя нельзя не отметить такой глобализм, как наш ведущий, не знаю, как сказать, преподаватель, транспорт-директор, сказал, что я, говорит, ожидал увидеть у вас какой-то разный очень inspiration. Я, говорю, смотрю одни те картинки с Пинтерс на Бордов, типа какого вообще лешего происходит. Такой тоже аспект есть, но все-таки как бы другое ощущение. Ну и плюс люди, мне кажется, когда едут уже за границу, они пытаются пробиться на какой-то такой международный уже, международную арену, и они все-таки уже заинтересованы в чем-то конкретном. Если у нас в вузах дома, в своей стране, много людей, мне кажется, тоже не совсем знают или еще не совсем уверены в том, что они делают, куда они идут. Они идут изучать, многие пробуют, да, и многие ошибаются с выбором вуза и так далее. Туда все-таки уже люди попадают уже после всего этого, они уже точно знают, что хотят. И это сказывается и на качестве, и на, ну, в целом какой-то атмосфере. Понятно, круто. Слушай-ка, вот твое портфолио на меня тоже произвело большое впечатление, потому что главную часть твоего портфолио занимает карта, где карта земного шара практически, где видно, что ты успел и в Париже поучиться, и в Токио, и в Гуанчжоу поработать. Ты сотрудничал с Хондой, ты сотрудничал с китайской компанией ГАК Моторс. И вот продолжая вот эту вот тему международности, глобализма и вообще отношения в разных странах, в частности, к теме автомобиля, скажи, пожалуйста, как строятся процессы и принципы работы, вот, например, в Хонде или в ГАК Моторс? Чем они принципиально отличаются в своем подходе к бизнес-процессам и к дизайн-процессам? Можешь определить? Да, конечно. Но в Хонде, мне кажется, тоже как бы мне достаточно удивило, наверное. Хотя, в принципе, это звучит логично для японцев. Они очень вдумчивы, они очень любят тоже подумать, им тоже нужна история какая-то, то есть для них, мне даже рассказывают, что для японцев, в принципе, процесс важнее, чем результат. То есть они, у них как-то, у них если правильно выстроен процесс, мне рассказывал один товарищ, если у них правильно выстроен процесс, значит, результат не может быть неправильным. Невзирая на тот факт, он неправильный окажется, европейский скажет, какой-то ребят у вас получился. Они с этим не сгласятся, потому что процесс был правильный. То есть у них, конечно, совершенно другой менталитет. Это правда. И было непросто. Я работал над макетом, вот как раз над пластилином, про который говорил Концентин. И, соответственно, у меня было два макетчика. И было очень непросто, потому что, как ни странно, в Японии с английским совсем туго. Вот. Даже более туго, чем в Китае. Хотя мне казалось, что это не так. Там, да, там есть такое. И вот один парень был молодой совсем, там, может быть, даже моложе меня. Совсем-совсем. То есть после какой-то местной школы выпустился, начал работать на Хонте. И один макетчик очень опытный. И, наверное, уже больше сорока лет работы был в Хонте. То есть он работал еще над очень известными продуктами, там, та же Хонда Мотокомпа. Ну, в общем, в 70-х годах еще. То есть он такой уже дедушка японский. Самурай такой. Вот. Но он, соответственно, он уже в Германии был. У Хонда есть в Германии филиал. Он в Германии был еще где-то. То есть он, соответственно, с английским чуть более-менее. И вот это единственный способ был вообще коммуницировать. То есть я говорил ему, тот переводил мне японский уже этому. А так, в принципе, то есть буквально иногда даже на пальце показываешь. Ну, наверное, может быть, вы рисовали друг другу. То есть ваш язык был через, может быть, визуальные какие-то изображения. Да, безусловно. То есть это скетчинг. Это очень много скетчинга. И вот когда делается такой макет, есть еще такое понятие, как tape drawing. На макете это такой специальный, как, не знаю, на русский, ну, tape, tape, tape. В русском нет, по-моему, определения. Но это как скотч такой тоненький. Он бывает от 0,1 миллиметра до 5, 10 и так далее. То есть разный по толщине для разных деталей. И вот он на макет, ты прям клеишь его такие полосочки и показываешь на макете, что надо исправить, что где надо подрезать. То есть ты как бы рисуешь на макете, прям поверх этого пастелина. Лента, да, вот. Максим нам сегодня помогает. Но мне кажется, язык дизайна это как эсперанто. На самом деле на языке дизайна должны, наверное, визуальных образов все уметь разговаривать. Главное, понимать, как пользоваться этим инструментом. Ну, в общем, да. Вот липкая лента, да, действительно, она разная бывает. И ты вот с помощью ее тоже какую-то информацию до них доносить. А в Китае немножечко более такой процесс молодой, соответственно. И сроки совсем другие. Мне кажется, в Китае очень похоже на то, как в России все происходит. Даже так. Потому что, то есть это, ну, существует тоже некоторая неорганизованность местами. Местами попытка сделать очень много за очень короткое время. Вот. Но в то же время там тоже было интересно. Там было, ну, например, когда я был в Китае, это позволило мне поработать над очень большим количеством проектов. Так как я, допустим, Хонзи, ну, не мог, потому что там нет такой спешки. Понятно. Слушай, было бы чудесно поговорить, знаешь, о тех, ради кого дизайнеры работают, о потребителях. В частности, об отношениях, вот, основываясь на своем международном контексте, об отношении людей в разных странах к автомобилю изначально. Вот мне довелось какое-то время жить в Париже. И я поняла, что для парижан автомобиль, это, ну, совсем никогда практически, это не роскошь. И они к нему относятся крайне утилитарно, и когда паркуются, если они царапают, то это вообще для них ничего не значит. Если в Париже автомобиль не поцарапан, это даже странно, и они паркуются на расстоянии вот на таком друг от друга, вот даже вот на таком, и умеют это делать. Вот как обстоят дела в Японии и в Китае? Что значит автомобиль для потребителя? Или как они к нему относятся? Насколько вообще они его часто используют именно как личный транспорт? Ну, Япония это вообще очень такая автомобильная история. Это такие, как немножечко Соединенные Штаты в этом смысле. То есть у них давно уже эта промышленность существует, и она занимает очень большое место. Поэтому все во многом тоже адаптировано под машины. Но у них особая культура, во всяком случае там, в Токио особенно, это кейкары. Это вот эти маленькие машинки, которые по габаритам не являются полноценным автомобилем, поэтому они за них платят меньше. Там очень такая большая проблема, конечно же, с местом, и с живым местом, и с парковочным местом, и с местом под автомобиль. Там есть закон, например, в Токио, который запрещает тебе покупать машину, если у тебя нет парковочного места. То есть если у тебя физически его нет, вот у тебя есть дом, и у тебя нет парковочного места. То есть ты должен сначала купить парковочное место? Ты не просто, ты не можешь его купить. То есть оно должно быть еще не дальше, чем там в 20 минутах от дома. То есть ты не можешь купить парковочное место где-нибудь там на окраине Токио, вообще не за городом, и купить себе машину. Потому что это значит, что ты будешь все равно пытаться где-то в городе припарковаться. Если у тебя нет парковочного места, то ты хоть заплатив три раза больше, ты не сможешь купить машину. То есть такой достаточно очень суровый закон, но вот он у них есть. Поэтому кейкары у них очень важная культура. Очень удивительно, они умудряются в них реально сделать из них комфортные машины, в которых даже я со своим ростом могу поместиться. Какой у тебя рост в инстаграме не видно? В инстаграме не видно, но во мне почти два метра рост. Вот. Поэтому, то есть это удивительно, работа с пространством, прежде всего дизайнеру, и, конечно же, с нуждами потребителя. То есть скорее, во многом, кстати говоря, Япония местами кажется, что это даже какие-то французские нотки там проскакивают. Поэтому там тоже такое достаточно утилитарное отношение. Но в то же время есть, конечно, заменитая японская культура, там всяких разных машин спортивных и так далее. Хорошо. Ну, японцы, они, в принципе, доводят все до совершенства, за что берутся. То есть они, может быть, берут что-то откуда-то и нет как бы для какого-то удачи своего сверху изобретенного. Но всегда вот просто делают это лучше, чем кто-либо на всем белом свете. А, нет. В Китае это роскошь автомобиль. То есть в Китае не так давно появились, может быть, машины для всех, да, когда кто угодно может купить. В этом смысле мне тоже кажется, что эта история чуть ближе к нам. То есть они любят большие машины, они любят показать себя и так далее. То есть там это тоже роскошь. Хорошо. Вы делали какой-то совместный проект, да? Он чудесный. Если бы ты рассказал о впечатлении от этого человека, потому что это легенда автопрома. И что вы делали вместе? Как он тебе? Он замечательный человек, очень интересный. Я, наверное, сначала точно поправлю, что я делал с ним диплом свой. Диплом, да. Он как бы меня консультировал. У него фидбэки, мы с ним общались на эту тему, придумывали. Ну, то есть я придумывал, скидывал ему, он говорил свое мнение. Но самое, наверное, удивительное, что он писал мне просто целые какие-то папирусы, длиннющие письма, там, в ответ фидбэки, какие-то разборы вообще всего того, что я делал. Можно было просто реально потратить целый день все это разбирая. И еще потом какое-то время собираться с мыслями, вообще переваливать, и потом только отвечать как-то. Он очень большой философ, как он по общению мне показался. Действительно, я понял, что, ну, судя по его работам, это вот прежде всего философ, это какой-то такой инициатор вообще, ну, такой большой мозг, но ему однозначно, мне кажется, нужны при этом руки еще. То есть это такой он управляющий, он философ. И вот то, что он сделал на BMW, и, может быть, кто-то, наверное, из этих присутствующих сейчас в эфире видел концепт, который он делал для китайцев не так давно, достаточно странный. И это как раз, мне кажется, доказывает, что вот BMW-шные немецкие руки, они абсолютно послушные под его руководством, они как раз вот вместе вот такой командой сотворили вот эту революцию в автодизайне, которую кто-то не любит, кто-то любит, но, тем не менее, это такой прям большой этап, всем известный. Крис очень интересный, очень доброжелательный, очень открытый ко всем вообще на удивление человек оказался. То есть он мне, как только я вообще, вся эта идея появилась, я ему написал, он почти моментально ответил, сказал, что да, как здорово, так интересно и так далее, и так далее. Вот, он очень любит студентов. Он, я даже слышал, что какое-то время в Турине, у него вилла в Турине, там же его студия, Крис Бэнглос вообще здесь находится, и я даже слышал, не знаю, может быть, это какая-то такая уже полумиф, но что он проводит какие-то лекции, какие-то типа вечера там со студентами, то есть сюда приезжают люди, он там что-то с ними общается, рассказывает такие, типа приятные pleasant вечера, такие с венцом, что-то в таком духе. Вот, то есть он прям такой, ну, очень интересный человек. А именно в такой обстановке и рождаются хорошие идеи, мне кажется. Да, да, да. Конечно, стоит отметить, наверное, да, что дизайну требуется определенную атмосферу, мне кажется, ну, как и любому творчеству. Да, это правда, это правда. Никит, спасибо тебе большое, ты упомянул о том, что Крис Бэнгл совершил революцию, я искренне желаю тебе в твоей карьере совершить революцию, мне кажется, все предпосылки есть, а я думаю, что мы тебе поможем, и очень здорово, что ты с нами в нашей команде, собственно, приезжай в офис, увидимся лично, наверное, в понедельник, там в вторник. Спасибо еще раз за твой эфир, очень интересный рассказ, удачи тебе, я с тобой прощаюсь и, собственно, завершаю наш эфир для всех наших слушателей. Напомню, он назывался «Автопробегом по дизайну», и мы сегодня беседовали с нашими замечательными коллегами, с нашим молодым поколением сотрудников Национального центра промышленного дизайна «Инновации-2050-ЛАП». Всем пока, счастливо, до свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»